Ученики седьмой школы возвращаются в учебные заведения. Проверка завершена, опасности нет, но уроки все равно отменили. Картину происшествия удалось восстановить со слов учеников. Детей седьмой школы эвакуировали сюда, на Лыбецкий бульвар. Тех, кто не успел переобуться и надеть верхнюю одежду, завели сразу в цирк, остальных отправили в плитех. Около 11 часов на электронную почту в рязанские школы начали поступать пугающие сообщения. Сайт издательства прессы цитирует начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации Рязанского района Андрея Недельского. По его словам, письма, содержащие призыв спасать людей, если нет желания их потерять, приходили на электронную почту образовательных учреждений и больниц. Сергей приехал в седьмую школу, чтобы забрать дочь. Родителям о тревожных письмах ничего не сообщили, сказали в школе ЧП. Супругу позвонила, сказала, что пожар якобы в школе, надо ехать за ребенком. Сказали, что пожарный приехал и все. И что надо ребенка забирать. Официальной информации о том, что на самом деле происходит, не было. Начали появляться посты в социальных сетях. По подсчетам СМИ, картина после обеда выглядела так. В городе эвакуировали учеников и учителей школ номер 7, 16, 44, 47, 72, 73, 55, 59, 63, 68 и 75. Пользователям только и оставалось, что строить предположения. На Сахалине где-то с недели назад были звонки об минировании. Может, из-за этого учения? Да по всей России такая беда. У меня знакомый живет в Красноярске. Так в понедельник, 28 января, там тоже эвакуировали учеников от школы. Она в ужасе металась, внука еле нашла. Эвакуация, по информации пользователей, прошла в торговых центрах. Премьер Круиз Барс на Михайловском шоссе временно приостановил работу вокзал Рязань-2. Опасных предметов не обнаружено. Сумки оказались личные вещи. На данный момент вокзальный комплекс работает в штатном режиме. Ситуацию с эвакуациями прокомментировал пресс-секретарь губернатора Рязанской области. По статуре сообщения о якобы заложенных устранных устройствах в 19 школах областного центра, а также в нескольких торговых центрах и специальных объектах города Рязань. Во всех учреждениях прошли проверочные мероприятия. Проводилась частичная эвакуация. К настоящему моменту информация об угрозах жизни и здоровью граждан не подтвердилась. Все школы работают в штатном режиме. Сотрудники правоохранительных органов и специальных служб проводят проверки еще в нескольких организациях. Пресс-секретарь главы региона также отметил, что за распространение подобной информации грозит уголовное наказание.